Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем проходить Marvel Future Fight. Всем привет, дорогие друзья. Да, действительно, мы продолжаем прохождение этой прекрасной игрушки. Ну что ж, давай посмотрим. У нас есть сундучок, который можно открыть. Да, давай откроем его. Забираем сундук. И у нас... Ничего себе Тор! Мы получили Тора! Круто, слушайте. Вот это да. Давай поставим его вместе с Локи. Да, давай вместе поставим его. Кстати говоря, вот смотри, Красный Череп, какой прикольный костюмчик у него. Да, интересный. Так, что у нас? Миссии, да? Мы продолжаем проходить миссию. Да, продолжаем проходить. У нас этап номер 4 в главе. И четвертая глава. Да, все верно. Ну что ж, вместо Железного или вместо Венома поставим его? Давай Железного Человека уберем. Пусть у нас Венома, его тоже нужно прокачать. Заигрались им уже, заигрались мы. Так, где у нас команды наши? Наша команда. И что ж мы делаем? Где у нас Тор? Вот он у нас, Тор, да? Дорогие друзья, напишите в комментариях, что вы можете рассказать про Тора, насколько он хороший или нет. Но мы его сегодня посмотрим. Поиграем немножко за него, он нам выпал. Пусть и за нас побегает. Да, побегает за нас. Блин, мы его можем прогрессить сейчас или нет? А, нет, у него пока первый уровень, самый. Надо побегать немножко. Давайте отправимся уже на прохождение миссии. Так, четвертая миссия. И наша команда, что ж, берем Анжелу, помощницы-то. Конечно берем, конечно возьмем. Да, берем Анжелу и погнали. Джема Симмонс у нас, ведущий следователь, говорит. Мистер Старк, я узнал подробнее об ИЗО-8. Есть какие-нибудь хорошие новости, спрашивает Тони. Это что-то невероятное. Я имею ввиду, это просто фантастика. Значит, это плохая новость. Возможности просто безграничные. Если есть какой-то недостаток, то он в том, что его трудно извлекать. Однако, при достаточном количестве этого вещества перемещение между измерениями в крупных масштабах перестает быть мечтой. Стив Роджерс отвечает нам. Мы должны отыскать как можно больше. Нельзя терять времени, Тони. Благодарю за ужасные новости, Джема. Всегда пожалуйста. Подождите, что? Иокаста, сделай мне одолжение и продолжай отправлять нам данные о местоположении ИЗО-8, говорит нам Наташа. Да, Наташа, отвечает Иокаста. Ну что ж, ребята, мы, наверное, будем искать ИЗО-8 сейчас. Наверное, и мы на адской кухне в Манхэттене. Ну что ж, у нас Локи выступает первым. Разносим всех пух и прах. Используем наши способности по максимуму. Так, и что у нас, астральная проекция, да? Да, астральная проекция, которая у нас в массовую атаку. И, кстати говоря, нам, ребята, подписчики писали, что астральная проекция на самом высоком уровне дает нам 3 Локи сразу. Да, вот это круто на самом деле. Да, это замечательно. Это большой бонус. Ну смотри, у нас, кстати говоря, Тор уже 3 уровня. Да, и он подключается периодически. Смотри, мне нравится, кстати говоря, прикольно. Да, вроде одним Локи бегаешь, но в то же время твои союзники, твоя команда тебе помогает. Да, команда у нас замечательная. Будем качать их. Ух, как мы сильно всех разнесли. Еще один сундук. Да, Локи мы вообще нехило прокачали. Еще один сундук. Ох. То есть у нас, возможно, будет еще один герой. Но сейчас мы пройдем и узнаем это. Вот еще один сундук какой-то. А, ты чертеж. Чертежи нам выпадает. Чертежи чертежи. Ой, что-то куда-то мы не в ту сторону. Ну, в ту сторону пальнул. Так, чекпоинт у нас. Ох ты, призрачный гонщик. Смотри, за своей цепью. Да, вот это да, ребята. Ну что, против призрачного гонщика начинаем массивную атаку. Где наша? А где наша помощница, которую мы выбирали? Где ее можно? Так, Загеря, почему-то ее нету. Или мы ее не выбрали? Да, выбрали вроде. Ох, как хорошо. Локи его разносит. Смотрите совсем... О, смотри, он мотоцикл. Мотоцикл прям пронесся. Оу, вот это да. Вот это да, миссия пройдена. И мы просто разнесли ее в ух и прах. Да. Отлично. Отлично. Кстати, команда прикольная. Достаточно с и Веном, и Локи, и Тор. И у нас найден новый герой, призрачный гонщик. Да, отлично. Супер. Супер, просто супер. Мы даже можем им поиграть. И у нас Тор шестого уровня прокачался. За одну миссию просто шестого уровня. Ну что, дальше продолжим? Да, продолжим дальше. Получено новое достижение. Достижение, посмотрим его. Забираем у нас всякие бонусы выпадают. Так. Ну что, Тора пока прокачать. Там до десятого надо прокачать его, да, чтобы можно было что-то изменить. Да, да, давай пока что оставим. Подожди, вот Анжела, Анжела выберет. Все, а нет, вот нажми и теперь выбрали. Все, теперь выбрали Анжелку. Игрок Йог 21, спасибо тебе за Анжелку. Давай, ну что, продолжаем? Продолжаем дальше проходить. И у нас нету диалогов. Мы, наверное, опять на Анской кухне в Манхэттене. Они спрятались за бочкой. Мы знаем, что бочки можно взрывать. Да. Бочки нужно взрывать. И, ну, Лоти, давай же, давай атакуй. Есть. Есть, бочки. Тор постоянно подключается. Вот прям вот на постояночке нам помогает. Так, и двигаемся дальше. Продолжаем проекцию ЛТОМ! Какую работу мы частично вынесли, кого-то нет. Но когда она, мне кажется, не очень эффективно сейчас сработала. Так. Кто у нас зардал вторую бочку, кстати говоря? Кто-то помог. Фух, какой дамаг там они нанесли, ты видел? Она залетела в шухих сторон. Да, это и есть такое дело. Так. Проходим дальше. Проходим дальше, взрываем бочки. Бочки, бочки, надо взрывать, чтобы получать монетки. Да, монетки нам нужны. Оу, железный пулак. Привет, дружище. Какой-то он здесь странный. Ладно, стрингер. Давай вызываем на помощь, на помощь. Вызываем на помощь Анжелку. Анжелка. Анжелка нам помогает. Слушай, мы его просто разнесли в пух и прак. Ничего себе. А что это за царь, он упал, ты видел? Да. Вот это да. Как-то мы очень быстро с ним расправились. Мне кажется, вроде он был и вроде его нет. Да, шикарно. Слушай, у нас достигнут уровень 8. У нас Тор получает куча всяких бонусов. И мы, кстати говоря, сейчас получим героя, мне кажется. Нет? Нет, не получили. Не получили. Ну что, продолжаем? Продолжаем проходить. Да, продолжаем проходить. Железный человек или Веномчика выберем. Давай Веномчика. У нас есть Веном и еще одного Венома. Так, ну что ж, поехали дальше. Да. Поехали дальше. Нет у нас диалогов. У нас сегодня прям такая серия. Прям за рук. Чисто за рук, да? Так вот, без сижу. Просто странственный разлом. Хууу. И что он же сделал? Привостранник. Союзник Сокол. Соколик с нами бегать будет. Красавчик. Соколик. Сокол с нами, на самом деле, самая снежка полетча. Он действительно помогает. Да. То есть, по сути, нас пятеро уже. Да, по сути, нас пятеро. Так, двигаемся дальше по мальчику. Бежим дальше, бежим дальше. У нас наши противники наступают. И мы их разносим, разносим прям мощно. Вот Сокол, летал ты видел? Да, кстати, Сокол прикольно взлетает. И атакует. Так, продолжаем дальше. А у нас же нет, да, Сокол или есть? Слушай, я не помню. Вроде бы как выпадал, но мы что-то... У нас столько героев, надо в них разобраться. Надо в них разобраться. И, ребята, пишите в комментариях, каких героев вы хотели бы видеть в нашей команде. Да, мы постараемся их раздобыть и прокачать. Так, а что мы бегаем одни в лодке? Давай хоть в Веном поиграем? Да, в Веном поиграем. Ну, давай, Веномчик, смотри, у нас какой хороший. Электро, ооо. Ой, что-то мы... Слушай, она похожа больше на пиратка на какую-то. Да, электро все-таки ассоциируется с другом, с другом, с другом. Ой, слушай, какой-то вообще. Давай вызываем еще одного Венома. Два Венома просто разносят пух и прах. Слушай, ай-ей, выбираем быстрее Тора. Ну, это Локи. Потому что у нас Веном... Не астральная проекция. Не проекция. Ооо, вот это да. У нее 20 тысяч капошки было, ты видел? Да, но мы справились, разнесли ее все-таки. Да. Атрезерский прошли, все отлично. Супер, у нас... Новый герой будет доступен. Да, новый герой у нас электро доступен. Смотри, у нее как у черепашек. Да, кстати говоря, как у Рафаэля у нее. А уже... Да, как у Рафика. Найден пространственный разлом. Хотите продолжить? Да, наверное. Да, давайте. Ха-ха, говорит нам электро из другого измерения. Начался. Просто спокойно отдай нам ИЗА-8, который ты взяла, и электро, говорит нам Наташа. И отойди в сторону. Это не ваше дело, отвечает электро. Нет, это всеобщее дело, говорит нам Кэп. Весь мир в опасности. Я просто делаю работу, которую мне дали. В любом случае, уже слишком поздно, и остановить ничего нельзя. У Кингпина, Мистера Фикса, уже все готово. Стой там, электро. Тфу ты, потеряли ее. Вот так вот, ребята. Электро была, и электро исчезла. А что это у нас такое? Главные награды. Открыть. Полет сокола. Хотите открыть пространственный разлом? Оставшееся время 6 часов. Что это такое? Да, давай попробуем. Я даже не знаю, что это такое. Входим, да, входим туда. Да, давай войдем. Войти рекомендуется уровень 10-10. Давайте, давайте попробуем. Ничего себе. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Начинаем, да? Да, да. Мы в какой-то разлом сейчас зайдем. Окей, давай продолжим. Погнали. Еще один разлом, Мистер Старк. Возле арены. В город прибыл цирк, говорит нам Дженнеп Симмонс. Цирк, сочетание опасного и причудливого? Как это? Соколиный глаз. Проклятие. Представьте его... А, предоставьте его мне. Ну что ж. Мы против Соколиного глаза, да? Против Соколого? Да. Улучшенный авианосец. Цирк. Соколиный глаз, это Наташа. Не стоит тебе этого делать. А вот я вполне уверен, что стоит, говорит нам Кинг Бартон из другого измерения. Клинт Бартон. Соколиный глаз. Клинт, это же не ты. Ты один из лучших героев, кого я встречала в жизни. Может быть, я был тот, кого ты знала, но не тот, кто пережил смерть своей семьи. Не тот, кто бегал повсюду в роли мстителя, в то время как злодеи схватили и перебили их всех. Я тебе очень сочувствую, Клинт. Но это не означает, что я буду просто стоять и смотреть, как ты поступаешь с этими людьми так, как ты хочешь. Зло по отношению к другим людям не поможет тебе сравниться с собственной утратой. Может быть, это только начало? Так, ну что, ребята, мы продолжаем играть. Я понимаю, здесь будет и помощнее противники или нет? Да, что-то здесь прям помощнее. Смотри, смотри, какой здоровяк. Механический робот, да? Да, механический робот. И мы его так прям долго очень мочили. Да, обычно они ложатся с одного удара практически, а здесь нет. Ого. Вот он опять тоже, смотри. Так, а мы взяли Тони Старка, да, нам в помощь? Да, взяли Тони, но я думаю, используем его, может быть, в конце. Нет, в самом конце, конечно. Слушай, ну нам дамага не очень много наносит. Сзади кто-то у нас еще есть. Но у нас же щит был. Да, у нас был щит. И мы переходим в следующий этап. Так. Слушай, опять эти железные дровики. Ну-ка. А, слушай, с одного удара. С одного удара, да. Выбивает его с одного удара. О, кто там Тор? Да, Тор помогал. Тор получился. Так, движим дальше. Слева сундучок, слева сундучок был. Ну, ландучок. О, ничего себе, смотри, он здесь вот сзади. Да, прям сзади. И нам блокирует способности еще, видишь? А, он был. А, вижу, вижу, да, блокирует у нас способности полностью. Это почему так? Интересно. Ну, по всей видимости, у него может какой-то баф наложить. Опа. Так, слушай, что-то мы как-то не очень мощно здесь атакуем. Блоки у нас, конечно, красавчик. Ну, как-то все, все с каждой волной вот с этой, все сложнее и сложнее. Да, сложнее и сложнее становится. Прям. Вижу, вы тут повеселились с моим новобранцем, говорит нам Локи из другого измерения. Он не твой, Локи. Ты ничего не понимаешь, так ведь женщина тебе... Не тебе здесь решать. Я хорошо знакома с Клинтом Бертом, Локи, в отличие от тебя. Возможно, ты знакома со своим соколиным глазом, но не с моим. Он знает, о чем говорит, милая. Лучше послушай его, говорит нам соколиный глаз. Блондинчик такой прям. Я пытался найти стезей добродетели, но в результате только потерял всех, кого любил. Соколиный глаз, ты просто перестал видеть общую картину, мы можем раскрыть тебе глаза. Все, что вы можете, Капитан Америка, это осознать, что любое из ваших мнений ничего здесь не стоит. Возможно, он похож на того соколиного глаза, который сражался с вами бок о бок, но он определенно совсем другой человек. Ему судьбой предназначено помогать мне, и вы никак не сможете его остановить. Ну что, мы играем против соколиного глаза. Да, соколиный глаз, давайте натянем его глаз на глаз. Да, поехали, ребята. Вызываем железного человека, железный человек нам помогает. И что у нас здесь есть? Смотри, у нас какая-то здесь хрень снизу была, я ее нажал, и мы победили. Ты случайно нажал на что-то, и мы победили, да? Да, я случайно нажал на какую-то хрень, у нас было 120 секунд. Для чего? На какой-то усилий, усиленный какой-то прием или удар, я даже не знаю. Так, ну что, отправляем запрос на дружбу? Да, запрос отправляем. Ну что ж, ребята. Тони Старк нам говорит, все это оказалось намного сложнее, чем можно было подумать. Это ужасно, его совсем было не узнать. Там нечего было узнавать, так или иначе, это был не твой соколиный глаз, не мой, глубоко внутри. Очень глубоко внутри, отвечает нам Джема Симмонс. Как будто под землей, говорит нам Тони Старк. Что ж, ребята, это было прохождение очередное. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нашу группу ВКонтакте, и увидимся в следующем видео. Спасибо вам за просмотр. Всем спасибо, пока. Пока.